Все те, кто отказались от нашего партнерства, от наших энергоресурсов, теперь страдают, заявил на днях Владимир Путин, и с этим, откровенно говоря, сложно поспорить. Оцените, например, концерн БАСТ и его дочерняя компания Винтершелл влетели на безумные сотни миллионов евро убытка, хотя еще год назад, ровно в это же время, заработали почти миллиард. Разумеется, подзаливистый смехов Шольца, который, кстати, обещал, напоминаем, что в Германии не будет ни инфляции, высокой, ни рецессии, но все случилось ровно наоборот, и, простите, выбранный канцлер обмену и возврату не подлежит. Причем, что тоже прелесть, правительство ФРГ только за первые 10 месяцев 2023 года, когда демократия, если помните, была в опасности, как никогда прежде, почти 200 тысяч евро потратила, или почти 20 миллионов рублей, на парикмахеров и визажистов. И что-то в районе 3 миллионов рублей немецких пенсионеров на прическу и макияж бывшего канцлера страны Ангела Меркель. Ну а действительно, фрау, заявившая, что она многие годы водила Путина за нос, должна же выглядеть красиво. Правда, по фотографиям не очень ясно, куда там столько денег вваливается на прическе, но мы даже не в отлисовец в конце-то концов. Хотя и тут тоже не торопитесь, не расходимся. Помимо грядущей безработицы, а ведь большие промышленные конторы резко снижают и заняты с персоналом инвестиций, один Мерседес по хлещей базу залетел недавно на миллиардные убытки, также по всей ФРГ пачками закрываются рестораны и кафе. Издание Вэльт сообщает, что оказывается, богатые бюргеры что-то перестали посещать заведение общепита, потому что денег нет, и поэтому гера и фрау теперь предпочитают готовить дома. Причем, подождите, и барбершопов тоже скоро станет сильно меньше, потому что, может быть, фрау Меркель или фрау Бербак государство сотни тысяч евро выделяет на красоту, но другим-то нет, а дома можно и самому под бобрика обкарнаться. Казалось бы, спросит пытливый читатель или зритель, при чем здесь леопарды? А вот, Бундесфер поставил защитникам демократии и борцам с Россией еще 25 таких машинок, а также надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другое, пардон, барахло. Об этом немецким по-белому указывается на сайте правительства ФРГ. Так что конца не видно, ибо у пропасти нет дна. Но это точно не конец истории. Здравствуйте, друзья, у нас небольшие новости. Данный канал, очевидно, пока должен отдохнуть. Просмотры на нем кто-то совсем-совсем скрутил. Однако это не повод для грусти. Мы запускаем канал «Жесткие подробности». Поэтому подписывайтесь туда и на наш канал в Дзене. Здесь скоро трансляции прекратятся. Но наша работа, как наши самые преданные зрители, которые мечтают, чтобы мы сдались, не дождутся. Вместе победим. Подписывайтесь на наш новый проект. Все ссылки вы, конечно, найдете в описании к этому ролику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!